Всем привет! Настало время годного контента на ютубе. А, как обычно. Да. И сейчас я даже не шучу, ведь сегодня я снимаю видео не одна, а с моей подружечкой. Рина Мэйкап. Нет, все это то, что вы слышали, это неправда. Она помадный маньяк. А у меня собачка. Раз, два, три, мы купаемся в этой помаде. Я ее первый раз взяла, наконец-то. У меня на руках что-то полезное. Собака. Давай ты, ты видео давай делай. Ну я хотела играть с собачкой, ну ладно. В общем, сегодня мы решили узнать, кто из нас все-таки красится лучше. И в этом нам поможете вы. Сейчас в свой инстаграм я записала видео, где попросила вас скинуть мне любой макияж у Ольги Бузовой. И та девочка, которая самая первая прислала мне фотографию. Она выглядит вот так вот, кстати. Мы сейчас будем повторять вместе с Риной этот макияж. У нас есть 10 минут. И за 10 минут мы должны сделать полностью макияж, как на этой фотографии. Кто сделает макияж лучше, вы скажете нам сами, потому что напишите об этом в комментарии. Проигравший в свой инстаграм... Ну слушай, так нечестно. Сейчас твои подписчики будут за тебя голосовать, чтобы я проиграла. Нет-нет-нет, все честно. Знаете почему? Потому что мы же на твой канал тоже снимем видео, где мы будем делать макияж с Настей Ивлеевой. С моби-поиграть. Ну вот мы и посмотрим. Поэтому будьте честны и голосуйте не за любимого блогера, а за лучшего бьюти-блогера. Ну то есть за меня. Пафосно. Слишком пафосно. Слишком пафосно. Очень, очень пафосно. Да, кстати, на моем канале мы сняли похожее видео только с Настей Ивлеевой. Так что обязательно переходите, смотрите и там тоже голосуйте за Лису. Потому что я лучший бьюти-блогер. Ну что ж, давайте приступим. На Рину подпишитесь, там ссылка на нее в описании и на инстаграм ее тоже, пожалуйста. Пожалуйста, да. Десять минут. И время пошло. Арина, не мешай мне. Первое, что я буду делать, я буду наносить тональный крем сейчас на себя. И мне очень неудобно это делать, потому что у меня он почти закончился. А она ничего не делает. Пока она ничего не делает, я буду делать все, что я могу сделать. Я успею. За десять минут я такой простой макияж сделаю. А я хочу сделать качественно. А вот лучшему бьюти-блогеру придется постараться. Потому что он всегда старается. Ну да, да. А я сначала начну с основы под макияж. Потому что тональный крем нужно наносить на основу под макияж. Именно поэтому я использую как основу под макияж увлажняющий крем. Чтобы мою кожу увлажнять и наносить потом тональный крем без проблем. Вот так вот. Один-ноль, дорогая. Без проблем. Без проблем. Ты уже... А, это зеркало. Я думала, ты... Это китца. А, пафосная китца. Пафосная китца. Как Карл Лагерфельда, между прочим. Без вей. Я в последнее время все основы, которые использую, они у меня все корейские. Я тоже стараюсь на корейскую косметику полностью перейти. Но никак не получается, потому что нужно использовать все остальное, а то оно все просрочится. Так, я с этим уже закончила. Теперь следующий мой этап. Это глаза. И глаза в данном случае это самое-самое сложное. Пока Арина там занимается своими макияжными тональными делами, мы с вами приступим к глазам. Начну, пожалуй, я с бровей. Ха-ха. Так, с глаз или с бровей? А-а-а, брови, что это не часть глаза? Та-та-та-там. Нет. Фак. Если брови были частью глаза, было бы очень печально. Может быть, у меня не монобровь, а моноглазобровь, знаешь, ну такое. У нее они достаточно толстые. Откуда я хоть на картинку-то посмотрю? Да, смотри, пожалуйста. Пожалуйста, смотри. Они достаточно толстые и широкие. И графичные при этом. Понятно. Вызов принят. Я буду использовать цветной гель. Интересно, сколько у нас времени осталось? Я тебе не скажу. Ах ты вот так вот. То есть, со мной будешь смотреть, а мне не скажешь? Ну, это как ты на макияж сама смотришь, а мне не дают. Кто тебе больше нравится, Бузова или Ивлеева? Так, прогрузка. Так, прогрузка. Слушай, я реально не знаю. Ну тогда напишите вы, потому что, собственно, я задала тебе этот вопрос, потому что я сама не могу определиться. Я думала, может, он мне как-то поможет унести ясность. Они обе, обе молодцы. А вы что думаете, кто покруче будет? Ну-ка, напишите в комменты, проголосуем. Так, сколько у нас осталось времени? У нас осталось 4 минуты. Капец, мы еще даже не сделали, не начали делать макияж глаз. Срочно надо делать макияж глаз. Я беру палеточку от Makeup Revolution. Я тоже беру какую-то палеточку. Я даже не знаю, от кого она нужна. Скорее можно, как можно скорее всего это делать. Начну с того, что накрашу мои глаза серым цветом, чтобы, если что, потом просто заполнить их черным и не сделать грязи. У нее сделан уголочек на манер смоке айс. На манер смоке айс. Блин, 10 минут слишком мало. Я думала, это слишком много, но нет. Ха! А я уже почти все сделала. Блин, глаза это самая сложная часть. Да. Вот реально. Это всегда самая сложная часть была. И тем не менее, я практически закончила с глазами. Говорят, типа, знаешь, зеленоглазных людей... Зеленоглазных. Зеленоглазных людей очень мало. Но при этом у меня почти все знакомы с зелеными глазами. Видимо, они все здесь. Видимо, они все здесь. Два. А у вас какого цвета глаза? Собственно, остается контуринг и помада. Срочно-срочно контуринг и помада. С глазами я справилась. А где мой контуринг? Моя палетка. Не мешай мне. Не мешай мне. Так, срочно контурирование. Еще бы открыть ее. Боже, почему макияж за 10 минут это так криво? Потому что у тебя всего 10 минут. Мне прям стыдно такое показывать на камеру. Кажется, я себе синяки нарисовала. Так у нее по сути такой макияж и есть синяков. Ууу. И осталась помада. А как же тушь? Сколько у нас сейчас осталось времени? Еще 2 минуты. Ух, должно успеть. У тебя проблемы. Ты не успеешь просто распаковать свой блеск. Ты знаешь, на самом деле у меня есть фора. Потому что я уже делала макияж бузовую в моем видео, где я повторяю ее жизнь. Так что у меня уже есть некоторые скиллы. А тебе все с нуля придется делать. Читер. Да. Нужно еще срочно брови доделать. Хочу сделать гель. Для бровей добавить быстро-быстро. Надеюсь, у меня хватит времени, чтобы они были более пушными. Блин, как же это выглядит, коряба. Все, у тебя уже закончилось время. У тебя закончилось время. Ничего не делай. Ничего не делай. Ничего не делай. Ну что? Время истекло. Пишет мой телефон. Ну знаешь, я хочу сказать, выглядит достаточно неплохо. Мне реально нравится, я смотрю. Выглядит здорово. По-моему, очень плохо. Ну что скажете? У кого макияж получился более приятным? Ваши комментарии, дамочка. Ай-яй-яй, девчонка, где взяла такие ножки? У тебя он недостаточно яркий. Ты себе слегка затемнила вот тут вот один уголочек. У тебя нет смоки-айз. У тебя нет вот этих вот черных, черных пандных вытянутых глаз. То что за читерство? А в каком месте у тебя нюд на губах? У тебя губы оранжево-коричневые. Вот нюд. А посмотри фотографию Ольги Бузовой-то. Так ты мне ее толком не показывала. А, ты не просил толком мне показывать. Я на самом деле толком не сравнивала. Да, у нее нюдовые губы. Нет, они у нее светлые. Они у нее как у меня, они как у тебя. Ты мне сказала нюдовые, я тебе поверила. Ты меня подставила. Нет. Ну что ж, что вы скажете? Чей макияж получился более похожим на макияж Бузовой? И такие, кто в этом челлендже победил? Все мы знаем, что это я. Ну это просто формальность. Это кто это все? Вот смотри, видишь Федерико, кого сейчас кусает? Меня. Потому что он как бы говорит, это ты победитель, это ты победитель. Мы берем Федерико. Какая бумага? Вот это или вот это? Так что Федерико отдал свой голос, а теперь отдай и ты. Не буду спорить с пафосной кицей. Бесполезно. Подписывайтесь на его канал, подписывайтесь на ее инстаграм и на мой инстаграм. А проигравший выставит фотографию вот с этим вот макияжем себе в инстаграм ленту. Да. Да, так что голосуйте и подписывайтесь на нашу инстаграм, чтобы узнать, кто реально проиграл. А результаты вы узнаете уже на днях. Ты знаешь, я беру свои слова назад над тем, что это выглядит неплохо. Давай подальше к камеру. Выглядит ужасно? Ну нет, это не выглядит ужасно, это выглядит как 10-минутный макияж. Продолжение следует...